Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». С 20 по 26 ноября в нашем городе пройдет второй театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидание на театральной». Сегодня у нас в гостях директор Рязанского театра «Драма» Семен Борисович Гречко, который расскажет о том, что же нас ждет в ближайшие дни. Здравствуйте, Семен Борисович! Здравствуйте! Я понимаю, история у фестиваля очень небольшая, но тем не менее, почему было принято решение посвятить фестиваль именно такой теме? Ну, на самом деле, есть несколько объяснений этому. Сама идея фестиваля очень давняя, ну, как очень давняя, где-то 10 лет назад первый раз мы задумались об этом фестивале. Ну, надо сказать, что, во-первых, тема любви, она всегда интересна, с одной стороны, с другой стороны, универсальна для театра, потому что какую постановку ни возьми, все равно красной нитью любовь проходит. Кроме того, нам показалось символично то, что, ну, театральная площадь, всегда назначаются свидания, всегда место встречи, скажем так. И, конечно, для нас свидание на театральный – это, ну, такой, знаете, какой-то знаковый момент. Я уже говорил, что давно мы думали об этом фестивале. К сожалению, не складывалось в финансовом плане, не складывалось в каких-то организационных моментах, и только в прошлом году, наконец-то, нам удалось провести первый фестиваль. Фестиваль нам показалось, и не то, что показалось, мы знаем, это отзывы зрителей, отзывы рязанцев, и отзывы театров, участников, что фестиваль получился. Фестиваль удался, я бы даже сказал так. Очень много мы получили приятных отзывов со всей страны. Очень большой интерес проявлен театральной критикой. Мы решили, что будет, ну, уже глупо не проводить второй раз. Решили, что, да, это сложно в финансовом плане, сложно в организационном, но решили, что будет фестиваль ежегодный. Поэтому в этом году этот фестиваль уже несколько разросся, и географически, и, я бы сказал так, по содержанию. Ну, и, как я уже говорил, после первого фестиваля возник интерес в театральном сообществе, не только на территории России. И если мы на первый год получили 39 заявок, то в этом году у нас уже было 92 заявки. И я вам скажу, что это не только Россия, Россия вся, практически вот вся Россия присылала заявки. И это и, ну, практически весь мир на сегодняшний день, потому что у нас были заявки даже из Аргентины. То есть, вот, Иран, Аргентина. Обычно, знаете, европейские страны, понятно, они отслеживают все-таки рядом, Россия рядом, и театральное искусство тесно переплетено с Европой у нас. Но когда приходит заявка из Ирана, это, конечно, дорого стоит или с Аргентины. Мы даже, честно вам скажу, даже писали в ответ, вы уверены, что вы хотите попасть к нам на фестиваль. Ну, действительно, вот был такой интерес. А каким образом и кто определял вот из этих заявок тех, кто все-таки приедет для участия? Вы знаете, ну, конечно, первый круг, так скажем, отбора – это такой внутритеатральный. У нас, как бы, такая наша комиссионная такая идея, да. То есть, мы смотрим на это все, отсматривают и творческие работники, и те, кто обслуживают зрителей. Ну, только у нас есть такая комиссия, как бы, да. А второй круг, когда мы уже, ну, такой лонг-лист сформировали какой-то, да, мы обращаемся к тем театральным критикам, которые, ну, два критика, которые были у нас на прошлом фестивале, отсматривали материал, обращались с этим списком, приезжали к известным нашим театральным, так сказать, ведущим критикам, чтобы они тоже поставили свои пометки, свои, как бы, вот, отсмотрели материал. Надо сказать, что многие спектакли, ну, на территории России, они, знаете, переходят с фестиваля на фестиваль. То есть, люди понимают, что спектакли действительно фестивальны, они начинают его возить. Мы постарались, чтобы у нас вот не было таких повторений, прям вот, плотного такого не было, чтобы материал был интересен именно. И для критиков это тоже интересно, я вам скажу, потому что мы приезжали, вот, я могу вам привести пример, что приезжали, например, к тому же Григорию Заславскому, ректору Ейтиса, известный театральный критик, искусствовед, и он, во-первых, был удивлен вообще с перечнем спектаклями, так много, неожиданно. И, во-вторых, когда мы рассказали, что вот мы хотели бы вот эти работы, он говорит, ну, вы молодцы, действительно, некоторые спектакли он знал, а некоторые были для него тоже вновь. И он заинтересован пересмотрел, посмотрел, сказал, что да, действительно, оставляете, это интересно будет. Поэтому такой двуэтапный такой отбор спектаклей. В результате шесть спектаклей мы отобрали, а седьмой спектакль – это наш спектакль. В том году мы сознательно отказались от участия в фестивале, принципиально решили, что в первом фестивале мы не должны участвовать, чтобы это не было какой-то ангажированностью все-таки. В этом году у нас, во-первых, есть очень интересная работа совместная с немцами, с городом Попротивом, с частным театром, Борхет-театр. И нам хотелось бы показать для рязанского зрителя именно в рамках фестиваля. Ну и, во-вторых, мы считаем, наше мнение скромное, скажем так, что спектакль действительно достоин фестиваля, и будет, пусть критики тоже его оценят, скажем. А остальные шесть спектаклей с кем могут познакомиться рязанцы? Это Питерский театр «Суббота», это Питерский театр «Налитейный», это Эльцетера Московская, это театральный центр Станиславского, это знаменитый уже известный театр «Умоста» из Перми. Все театры известны, и итальянцы еще у нас, итальянцы, театр Луиза Гуаро, это второй, так сказать, наш совместный, скажем так, спектакль, да? А это спектакль зарубежный, спектакль, который, знаете, для нашего зрителя необычный. Это такая, такой буфонада с немножко черным где-то юмором. По традиционной итальянской сказке сделан спектакль, называется этот спектакль «Король ухмыляется». Вы знаете, нам показалось очень интересным и подача, и оформление, и то, что это очень неожиданно для рязанского будет зрителя, точно. Спектакль будет играться на итальянском языке? Да, там немного текста, это все-таки буфонада в чистой воде, да? Это будут субтитры, это будут субтитры, те слова, которые там будут произнесены, конечно, они уже на сегодняшний день созданы, уже, конечно, мы уже готовы, скажем так, принимать. И я думаю, что, ну, действительно, будет интересно, интересно. Я вам скажу, что даже мы, естественно, передали уже афишу и в Москву, и даже в Москве уже есть заинтересованность не только к этому спектаклю, но на этот спектакль тоже люди приезжают из Москвы смотреть. Наверное, билетов уже не купишь? Практически уже, знаете, вот хвостики остались, остались хвостики. Есть спектакль, ну, конечно, как всегда, что-то раскупается лучше, что-то раскупается хуже, но на сегодняшний день, конечно, уже большая часть билетов продана. А что касается самой организации фестиваля, вот именно этот фестиваль «Свидание на театральной», как? Это какая-то конкурсная программа или там не будет победителей, не будет каких-то номинаций, а просто для того, чтобы зрители насладились и сами участники? Нет, вы знаете, мы сознательно отошли от такого, знаете, смотра. Мы все-таки сделали конкурсную программу. Номинаций порядка 12, но не обязательно, что жюри примет решение все номинации раздать. Мы считаем, что все равно должен быть какой-то дух. Ну, пускай не соревновательцы, в театре очень трудно говорить о соревнованиях, потому что очень толк искусство, да? Да, но все равно люди... Кстати, театру приятно, когда его оценивают. Не просто посмотрели, обсудили между собой, а когда есть оценка жюри, когда театр может сказать, что да, мы не зря работали, что у нас в этом. И очень важно это, знаете, даже не столько для театра, как организации театра, да, сколько именно для режиссера или актера, который участвует, чтобы оценили именно его труд. Ну, все немного тщеславны, тут уж не надо, как бы, да, лукавить все люди так. Но для творческого человека это тем более важно, да, оценка, вот, это же не количество, там, болванок, там, да, или чего-то, это вот отдача какая-то на сцене. И приятно, когда жюри говорят, что да, лучшая актерская работа в фестивале. Поэтому мы решили, что пусть это будет вот конкурсная все-таки такая. История. Кто в этом году будет в жюри? В этом году, вы знаете, мы, я немножко скажу о формировании жюри, мы для себя тоже изначально приняли решение, что жюри должны состоять как критики старого поколения, да, старшего поколения, так и совсем молодые, то есть вот так вот, всех возрастов. Поэтому в этом году представителем жюри будет Николай Жейин, это один из старейших критиков. Он приезжал в Рязань, то есть его имя известно рязанцам. Он очень обходительный, очень талантливый критик, знаете, это когда человек критикует спектакль, но при этом никто не обижается. А так можно, да? Да, так тоже можно, но это вот старшее поколение, только так можно себе позволить. Приезжает к нам Бойкова Ирина, это питерская школа критики, это эксперт золотой маски, очень много пишет, тоже, скажем, более относится к старшему поколению. Из Питер же к нам приезжает Пасуев Алексей, он был в прошлом году на фестивале, мы вообще-то как бы пытаемся, чтобы постоянно была ротация критиков. Интересно же, разные мнения, чтобы не было одного и того же. Но мы решили Алексея пригласить второй раз, поскольку у него очень такой разный взгляд, очень отличный от критиков остальных. В том году мы в этом убедились, мы решили, пусть будет такой противовес. Понимая, что все будут в одну сторону, а вот немножко будет в другую. К нам приезжает из молодых, это Пронин Андрей и обдушина Елизавета. Это двое молодых критиков, относительно молодых, но достаточно известных, которые тоже пишут и в независимой газету, пишут о ней, в культуру. Для нас тоже очень важно, чтобы это были пишущие критики, которые не просто обсудят и выдвинут, которые напишут. Это важно даже не с точки зрения фестиваля, это важно с точки зрения театров, потому что, конечно, для театров важно какое-то продвижение, чтобы об их успехе где-то сообщалось, а не просто вот пришел диплом по почте и все. 20 ноября фестиваль откроется, будет какая-то торжественная церемония, открытие? Вы знаете, мы тоже сознательно второй год уже уходим от, назовем так, лишнего пафоса. Я лично считаю, что не всегда зрителю это интересно. Для зрителя важнее посмотреть спектакль, он приходит на спектакль. Поэтому, конечно, нет, конечно, мы выйдем, скажу пару слов, но постараемся буквально уложиться в 10-15 минут для того, чтобы, конечно, внимание зрителя все-таки было сосредоточено на спектаклях. То же самое и церемония закрытия и в том году, и думаю, что и в этом году будет то же самое. Нет, конечно, в финале спектакля выйдет обязательно, представитель жюри скажет какие-то слова. Но это не будет никаким лишним пафосом, лишними там какими-то вот вычерочными историями. Все равно всех приглашаем на открытие. Конечно, на открытие приходите, мы всем рады. Какие-то там еще билеты, наверное, остались, но я думаю, что очень мало. Нужно поторопиться. Да. Ну что ж, Семен Борисович, большое спасибо, что нашли время сегодня к нам прийти. Ну а нашим зрителям я напоминаю, что наш телеканал стал информационным партнером фестиваля. Так что самые яркие новости из театральных подмостков вы будете узнавать первыми. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.